Приветствую вас! Я бы сказал о двух основных аспектах. Первый аспект это самоутверждение и как результат, как следствие, точнее, как причина, простите, пожалуйста, как причина неуверенной в себе, да, то есть мужчина пытается защитить самоутбудиться, соответственно, делает это потому, что неуверен в себе. Что, мне кажется, вполне логично. Вот. И второй аспект, который мне кажется очень важным, это аспект садистического поведения. Садистический аспект, то есть ситуация, при которой партнер стремится именно причинить боль другому человеку, В психологии так и называется садизм, но садизм понимается совсем, ну, может быть, или не совсем, так, как рассматривается на бытовом или житейском уровне, и связано это с тем, что на бытовом и житейском уровне садистов представляют как очень таких бесчувственных, бесэмоциональных, жестоких людей, которые творят, значит, страдания ради страданий и так далее, и так далее. Но на самом деле в психологии садистами принято считать людей, которые в глубине души очень сильно боятся, очень сильно ранимы. И ранимы и боятся они главным образом потому, что не испытывают сами по себе чувств, точнее, испытывают, но они себе их запрещают испытывать, и именно поэтому они и выражают себя, ну, вот так. Или, можно сказать, значит, проявляют себя так. Вот. Мне кажется, что, мне кажется, что именно это и является тем, что можно сказать по вашему молодому человеку. То есть, это человек, который за счёт, значит, попытки вызвать в вас чувства, вот, причём, не важно, что это за чувства, да, абсолютно. То есть, это может быть, это могут быть чувства, соответственно, ревности, это может быть что-то другое, вот. На мой взгляд, абсолютно не важно, вот. Это свидетельство о том же, что он, а то бишь, мужчина, вот, не избитывает своих чувств и, соответственно, пытается вывести разные эмоции, вот. Что ни в коем случае не может быть чем-то умышленным, болезненным, ну и так далее, и так далее. Вот. Соответственно, вот так, мне кажется, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаёте. Вот. Ну, можно добавить сюда, что человек боится близости, можно добавить сюда, что он, как бы, хочет показаться независимым, вот. Вот. Но, в действительности, конечно же, это не совсем так, потому что всё-таки мужчину вы волнуете, очевидно, да, иначе бы он не стал вести себя так, как ведёт, да, то есть пытаться вызвать у вас ревность и так далее. Вот. Ну, удобно ему, удобнее ему быть всё-таки в позиции такой, вот, уверенного в себе человека, да, в строго лидерской такой манере. Вот. И это, конечно, его не красит, безусловно, но что поделать, что поделать. Другой вопрос, который у меня есть к вам заключается в том, значит, а не кажется ли вам странным немного тот факт, что вы ревнуете к мужчине, несмотря на то, что ваши отношения, ну, представляют из себя, ну, представляют из себя, по сути, отношения по, ну, может быть, не на счёту, но по удобству точно. То есть, не означает ли ревность факт наличия у вас чувств к человеку, вот. И не лучше ли вам будет сказать ему о том, что всё-таки у вас появились к нему чувства и что вы хотите, например, ну, чего-то большего, допустим, от него, например, например, вот, потому что, ну, это было бы, мне кажется, вполне логичным. А если бы, если приположить, да, что, если приположить, что у вас всё-таки отношения на некоторой мандолине находятся друг от друга. Короче говоря, здесь есть противоречия, противоречия связанные именно с тем, что вроде бы отношений у вас как таковых нет, а в то же время вы ревнует, вот. Поэтому я думаю, что для начала было бы неплохо, если бы вы всё-таки, вот, определились сами со своей реакцией, да, то есть почему я ревную того, с кем у меня нет серьёзных отношений, вот, и дальше уже можно будет о чём-то говорить, вот. Вот, соответственно, так можно ответить вам на вопрос. Ну, и очевидно, что пока вы не измените своей модели поведения, то и мужчина тоже своей модели поведения не изменит так же, что является, в принципе, вполне логичным. Ну, это всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ну, а я желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok